Идет обычная пресс-конференция. Телеоператоры снимают видео, журналисты пишут текст. А как увидеть репортажи местных телеканалов 3 июня вечером? «Антенна-7» продолжит вещание в кабельном телевидении и в интернете. Местные и федеральные каналы, предупреждают директор радиотелецентра, отключают от аналогового вещания. Из-за этого у некоторых телезрителей возникнут проблемы. У кого возникнут проблемы, то до сих пор рядом с логотипом компании видит буковку «А». Вот это говорит о том, что он до сих пор смотрит аналоговое телевидение. Нет буквы «А» – значит вещание уже цифровое, поясняет Олег Суриков. Значит работает новый телевизор, или подключена цифровая приставка, или показывает кабельное телевидение. Новые технологии оценили уже многие амичи. Это перевод телевизоров на другую область обслуживания людей. Там гораздо все ярче и красочные цвета, ну и удобнее всем. Я думаю, мы давно должны были прийти уже к этому. Вам не жаль, что вы не увидите местных каналов? Ну, я даже об этом не думала. Вообще-то я всегда смотрю местные каналы. Интересно, чем живет наш город. Координатор волонтеров Павел Шильников соглашается. Да, о переходе на цифровое вещание жители слышат, знают, но вопросы задают. Как, что и куда подключить? Номер телефона горячей линии 79 07 38. Порядка 4,5 тысяч еженедельно обращений поступает в адрес горячей линии, где специалисты колл-центра объясняют жителям города Омска и области Омской области, как произвести подключение вручную. Итак, номер телефона горячей линии 79 07 38. Туда звонят и противники перехода на цифровое вещание, и у них свои аргументы. Я считаю, что не обязательно все это было делать для всей страны. Кто желает, пожалуйста, кто не желает. Деньги только потратила лишние. Все это менять, переключать, лишний отрат времени. Весь наш дом против этого. Чтобы по-прежнему смотреть любимые выпуски новостей на Антенне 7, нужно подключаться к операторам кабельных сетей. Телеканал Антенна 7 на 30-й кнопке в Дом.ру, на 27-й в Омских кабельных сетях, в МТС на 40-й и в Билане на 48-й кнопке. Аналоговое у вас вещание или цифровое программу новостей телерадиокомпании Антенна 7 можно посмотреть вне зависимости от этого в любое время суток в интернете. Заходите на сайт ВКонтакте и в группе Антенна 7 находите кнопку прямого вещания. Евгений Нифанов, Юрий Дорошенко и Андрей Кузьмин. Антенна 7. Антенна 7.